Священников Винничины обязали прибыть на службу в поддержку Раскольника. Религии и мировоззрения священников Винничины обязали прибыть на службу в поддержку Раскольника 21 час 17 минут знак авторского права фото, Украинская православная церковь Митрополит Винницкий и Барский Симеон. Знак авторского права фото, Украинская православная церковь Москва, 15 декабря РИА Новости. Священнослужители Винницкого района собирают на службу в поддержку участвовавшего в Объединительном соборе архиерея Украинской православной церкви, УПЦ, митрополита Симеона, сообщает Союз православных журналистов Украины со ссылкой на собственные источники. Украинские СМИ в субботу сообщили, что два архиерея канонической УПЦ, митрополит Переяслав Хмельницкий Александр и митрополит Винницкий Симеон прибыли на Объединительный собор в Киеве, хотя УПЦ отказалась от участия в нем. Каноническая УПЦ объявила их раскольниками. При этом в московском патриархате сравнили участие двух архиереев УПЦ в Объединительном соборе с предательством Христа и его апостолом Иудой. 20 часов 56 минут эксперт, собор усугубил раскол на Украине, но позиции УПЦ могут усилиться архимандрит Дорофей, побывавший на Объединительном соборе. Обязал всех священников Винницкого района прибыть на службу в поддержку митрополита Симеона, говорится в сообщении Союза православных журналистов Украины. Отмечается, что ночью в Преображенском кафедральном соборе в Виннице планируется провести всеночное бдение, на которое соберется духовенство в поддержку ушедшего в раскол митрополита Винницкого и барского Симеона Шостоцеково. 19 часов 46 минут двух участвовавших в Объединительном соборе митрополитов исключили из УПЦ благочинный Винницкого района архимандрит Дорофей, Маркевич, распорядился, чтобы на службу в обязательном порядке прибыли все священники района. Клирики кафедрального собора, которые подписались под недоверием митрополиту, на эту службу не пойдут. Курирует мероприятие секретарь Винницкой епархии протодиакон Владислав Демченко, сообщает Союз. Власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинополя Томас об автокефалии. В Киеве 15 декабря прошел Объединительный собор, на котором главой Новой Церкви был избран митрополит неканонической церковной структурой Епифаний Думенко. В РПЦ считают ничтожным каноническое значение собрания в Киеве, а возможность признания Епифания в православном мире назвали едва ли выполнимой задачей. 17 часов 16 минут РПЦ прокомментировало участие двух иерархов УПЦ в Объединительном соборе из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом. Синод Русской Православной Церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.